Отрывок из книги Ларисы Александровны Секлитовой и Людмилы Леоновны Стрельниковой «Паранормальные способности. Глава. Умения и мастерство». Таланты делают человека ярким, интересным для угрожающих. В начальных стадиях развития и сферы возможностей индивида что-то делать, создавать в жизни. Качеством таланта предшествует умение трудиться. Можно уметь варить кашу, строить дом, уметь мыть полы и писать письма. Всему надо учиться. И каждый это будет делать по-своему. Индивидуально. Но любое умение не так блистательно, как талант. Оно скромно в своих результатах и относится к первой ступени развития способности личности. Например, уметь срисовать кружку, стол – это еще не талант, а первые шаги к нему. Одно умение приводит к формированию таланта, а другое остается как опыт жизни и не более. Но ничего зря не пропадает. Все временные необходимые личности только на определенный интервал времени складываются в жизненный опыт, который имеет значение в общей тенденции развития души, способствуя наработке, например, качества находчивости. Чем больше человек получает в одной жизни каких-то навыков, мастерства, тем легче ему жить в последующем воплощении. То есть навыки расширяют общий кругозор личности. Поэтому ее находчивость будет проявляться как в сказке у того солдата, который сварил щи из топора. Находчивый человек никогда не проведет сложной ситуацией, так как матрица его души накопила богатый жизненный опыт во многих прошлых воплощениях, и при необходимости он обязательно придумает что-то новое. Все развивается постепенно. И в первых же реинкарнациях стать талантливым невозможно. Но нас в данном случае интересуют такие качества, которые формируют у личности сверхспособности. Поэтому рассмотрим, чем располагает человек, желающий развить в себе паранормальные способности, которые относятся к еще более высоким качествам человека. К ним ведет такая цепочка. Умения, мастерство, талант, способности, сверхспособности. И ни один человек не знает, как от умения перейти к паранормальным свойствам. Сам человек не способен этого достичь без помощи высших учителей, направляющих его развитие к нужным им целям. А направляют они человека через программы. Программа развития Программа – это разработанная высшими сутями установка для прохождения человеком ситуаций своей жизни, начиная от рождения и до смерти. Программы бывают многовариантными, с правом выбора, в системе Бога, и одновариантными, с жесткими, так как не содержат права выбора. Индивид идет роботизированно. Ни один индивид не приходит на Землю без программ. Положительному индивиду даются две основные программы. Программа жизни, формирующая его судьбу, и программа на творчество, развивающая личные способности человека. Особенностью творческой программы является то, что она не связана с временем и не управляется им. Данная программа позволяет личности совершенствоваться сразу в нескольких жанрах, способствуя накоплению в матрицу качеств положительных энергий. Включается она только через желание индивида. В то время как программа жизни часто несет отработку кармы или испытания, которые сопровождаются как роковые события принуждением. Творческую программу придумал Бог. Его самого часто называют Творцом, потому что Он постоянно создает что-то новое, творит миры, пространства, души, а из них различных существ. Мыслительные процессы Бога находятся на уровне световых реакций. Он создает не через образы и вычисления, а через управление мыслью мощными энергетическими процессами. Его настоящее творчество базируется на знании владения энергиями одухотворения. И для человека он является примером, показывая, что можно создавать, используя творчество. Бог является основоположником творческой программы, и поэтому она разработана так, чтобы дать человеку максимальную возможность идти в положительную систему, набирая за счет творчества дополнительные баллы. Но они появляются только в том случае, если индивид, выбрав дорогу творчества, не совершает подлостей. Так что в творчестве тоже важна нравственность человека. Размышления Вот мы с вами видим, что чтобы сформировать сверхспособность, выдающийся талант, все начинается с умения, которое через труд становится мастерством, потом становится уже талантом, потом становится способностью, сверхспособностью. И не все умения переходят в стадию таланта. И если Высший Учитель, Небесный Учитель простроил так программу, помогает своему ученику идти по творческой составляющей его развития, то он может привести его к стадии таланта, что ученик дорого завьется, как и до стадии сверхспособности. Конечно, в основе лежат очень важные качества, умения, как трудолюбие. Потому что, когда постоянно что-то повторяется, да, это доводится до определенного автоматизма. И это уже становится постоянной составляющей энергии души. И уже на основании таких вот накоплений и базируется определенный талант. Потому что выдающийся художник, выдающийся музыкант, они настолько владеют инструментом, которым творят, которым создают, что они не задумываются о деталях. Это как или выдающийся филолог, да, или выдающийся писатель. Они настолько владеют речью, языком, что они не задумываются поставить здесь запятую или нет. Они просто знают, какой здесь должен быть знак. Они просто его ставят. Или как написать то или иное слово, или как сформулировать ту или иную фразу. Они просто уже это берут и используют. Да, они являются своего рода положительной системой. Описано, что люди, они как проводники, они проводники высших идей. Всё придумывается там, наверху. То есть, а люди, они просто проводят это. Они дорабатывают, это всё прорабатывают до уровня земного плана. Но они готовы к этому. То есть, они готовы к принятию этих идей. Они готовы к принятию этой информации. Они готовы к принятию этих образов. они готовы к творению определенных форм, скульптуры и так далее. То есть они настолько выработали в себе нужные навыки, нужные способности, они просто используются как совершенный инструмент высшими силами. И этот человек добивается сам из реинкарнации в реинкарнацию. Как любовь к языку, как чувствование языка. Когда ты смотришь и понимаешь, что нет, здесь простое правило русского языка не подойдет. Здесь что-то глубже. Или когда художник смотрит на картину и видит, так, вот здесь вот еще нужно внести штрих. И тогда будет еще точнее. Это вот какая-то внутренняя чуть-чуть или композитор. Настолько пишет музыку, что рисует образы. Четкие, ясные образы через звуки передает метель в юг, как это у Сверидова. Просто захватывает душу. Просто ох и полетел в этих виртуозных звуках. Так же и исполнитель. Это все хорошо тоже. Быть разносторонне развитым. Разные умения, навыки обрести. Потому что человек, он когда... Не факт, что все перейдет в талант, в мастерство. Это может так и остаться, как на каком-то уровне начального умения. Это хорошо. Человек может не стать прекрасным флористом, например, да, но собрать интересный букет для кого-то. Он может этим порадовать. Это тоже умение, но интересно. И это дает такое качество, как находчивость. То есть вот эта разносторонняя развитость Личности человека, это тоже важно. Это тоже очень здорово. Плюс через эти процессы, процессы творчества, человек нарабатывает, перерабатывает энергии. Он участвует в энергообменных процессах. И это тоже важно.